МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот, мне кажется, что многое из того, что говорилось, оно неверно. Что касается глобальных проектов, то глобализация, она себя исчерпала. Аналогично глобализация была и даже более сильная в начале 20 века, и она кончилась в мировой войну. Сейчас мы идем ровно к тому же. Поэтому говорить, что есть глобальные решения, это, конечно, абсолютно неверно. Где-то они хороши, где-то они нехороши. Теперь дальше, что происходит? Откуда вся... Дальше, следующее. Что касается цифровой экономики, то никакой цифровой экономики не существует, дорогие друзья. Вся экономика всегда была цифровая, всегда считали. Ну, как-то без счета не удавалось как-то. Поэтому это оксюмарон, типа масла масляного. Более того, в 2000 году Роберт Соллоу проанализировал, где внедрение компьютеров в американскую экономику, поэтому правильнее было бы говорить о компьютерной экономике, дало наибольший эффект в американской экономике. И выяснилось, что таких отраслей просто нету, кроме одной. Это производство компьютеров. Более того, соответственно, нынешняя, на последний анализ последних данных, компьютеры стали считать 250 миллиардов раз быстрее, чем первые образцы. Но экономически они не дали ровным счетом ничего. Более того, мультифакторная производительность, а именно труда и капитала, ее скорость роста была 2,5% только в течение одного десятилетия. А именно, с 1958 года по 1968 год. И дали ее всего лишь три инновации, никак не связанные с компьютером. Это большая химия, это новые материалы, это автоматизация и конвейеры в невоенном секторе, и автобилизация совершенствования двигателя внутренних грани. Ничего похожего не было больше. Вот сейчас, по сравнению с 2,5% мы упали в 10 раз. В этом мире находится в острой кризисе производительности. Поэтому компьютеры не играют экономически ровно никакой роли. Они играют роль другую, гораздо более важную. Они играют социальную роль. А именно, давайте мы посмотрим. Компьютеры сделали неравенство вопиющее, они сделали очевидным. И сейчас примерно 5 миллиардов человек говорят, что мы хотим жить как золотой миллиард. Отдайте нам наше. Американцы, потребляя почти 40% мировых богатств, дают вклад в мировую экономику меньше 20%. Значит, они не умеют работать. Отдайте нам наше. Если вы включите Аль-Джазиру, это говорится каждый час. Поэтому, по сути дела, у нас есть сейчас три варианта. Если иметь в виду экономику. Первый, это первый российский вариант. Будем реформироваться, отходя в скидневековье. Если мы сравним, что знал ученик гимназии в 1890 году, и что сейчас знает наш выпускник, сдавший ЕГЭ, тем более базовое, а не профильное, чтобы сдать базовое ЕГЭ, нужно знать математику в пределах шести классов. То, вообще говоря, разница громадная. То есть, это первое, это реформы доски дневековья. Опять же, уровень образования, культуры, науки, он падает во всем мире. Но мы здесь первые ученики. Дальше. Второй вариант, это мировая война. Которая заставит массу регионов страны, массу регионов мира, просто с тем унизительным положением смириться. Это еще раз повторение 20 века. И третий вариант, это вот те самые экономически значимые инновации. Грубо говоря, повторить, нечто сравнимое с тем, что было между 58-м годом и 68-м годом, когда удалось создать золотой мир. Что делают компьютеры? Давайте посмотрим на постиндустриальную экономику. Имея в виду развитые страны. Это очень просто. Из 100 человек, 2 работают в сельском хозяйстве, и, соответственно, делают продовольствие для себя и всех остальных. 10 в промышленности, 13 в управлении. 75 человек не нужны. Но спраздный мозг мастерская дьявола. Значит, их надо чем-то занять. Их надо морочить, дурачить. Когда 7 лет назад в Российской Академии Наук был проведен опрос, чем же занимаются российские мужчины, то выяснилось, что главному в жизни российских мужчин, а именно российским женщинам и своим детям, они уделяют в среднем 45 минут в сумке. А в виртуальной реальности, социальным сетям, просмотру телевизоров, касс-компьютеров, гаджетов, они уделяют 4,5 часа. Тогда это было шоком. Данные по этому году показывают, что ситуация еще более грустная. То есть, по сути дела, мы можем говорить о компьютерном извращении. То есть, людей просто надо чем-то занять, как-то обморочить. Неважно как. Естественно, Россия, к сожалению, она идет ровно по этому пути. Значит, теперь далее. Еще более того скажу. Можем ли мы без этого обойтись? Конечно, коллеги, вот когда 10 или 15 лет назад мы фиксировали, что от 85 до 90% всех ресурсов в сети, они связаны с главным, а именно с ротикой, портографией, то тогда я говорил, что дальше будет хуже. Коллеги, оно дальше стало хуже. Да дай бог им в компьютерные игры всем играть. По данным этого года, 92,4% молодежи нашей от 15 до 25 лет смотрят рэп-баттлы. Это что означает? Это мардинальная культура негритянская. Негры не могут достать белых, а поэтому огромное внутреннее напряжение. И они кроют друг друга. И вот это самое взрослые мужики кроют матом друг друга. И вот это называется искусством. Так 92,4%. Мы теряем следующее поколение. Поэтому, естественно, когда речь заходит о том, что пить, соответственно, водку, или, скажем, легкие спиртные, ну, конечно, пусть играют, пусть не рэп-баттлы смотрят. Это достаточно очевидно. Далее. Теперь, что касается наших смыслов и ценностей. Вы знаете, коллеги, а проблема очень простая. У нас нет смыслов и ценностей. У нас нет смыслов и ценностей, признанных нашим обществом. Общество наше расколото. У нас нет смыслов и ценностей проекта будущего, признанного элитой. Поэтому, вообще говоря, вот когда вы, например, хотите снять патриотический фильм, вам объясняют, что если вы хотите снять чернуху, порнуху, что угодно, но никак не патриотический фильм. Вот пить, патриотический фильм не удается провести. Поэтому, коллеги, значит, что мы можем снимать, что хотим и как хотим, нет, коллеги. Вот при нынешней политике, при нынешней политике в области массовой информации, ничего снять-то нельзя. Вы только что сказали, что деньги выделяются. Конечно, выделяются. Почему наши футболисты не умеют играть? А очень просто. Почему у нас нет хороших фильмов? А тоже просто. Да почему у нас, в конце концов, такой управлительский фильм? И тоже очень просто. Ответ один и тот же. Это коррупция. То есть вы, по сути дела, покупаете футболиста, который нигде больше играть не может, как в России. Но он должен отстегнуть, соответственно, этому, этому и этому. И тогда, ну, пусть дальше играет. Результат никого не интересует. Ровно та же самая ситуация с фильмами. Ну, а кроме того, где мы сильны? Да, честно говоря, мы очень сильны. Но в какой стране губернатор назначают по тому, может он прыгать с 7-метровой вышки или нет? Вот он, действительно, сильна Россия-то. Наши губернаторы с 7-метровой вышки умеют прыгать. Это же здорово. Далее. Поэтому, как ковалось превосходство США в информационной сфере? Очень просто. Когда американцы поняли, что это важная сфера, и создавали Голливуд, они сказали, ребята, нам нужны хорошие сценарии. Нужны хорошие сценарии, которые, соответственно, пропагандируют наш образ жизни. Они взяли ведущего писателя и сказали, ребята, вас не публикуют в США. Никто и никогда. До тех пор, пока вы не научитесь писать хорошие сценарии для кино. У нас же мы находимся на третьем, четвертом, пятом месте. Отстой. Мы готовы повторять американские зады. Хотя можем этого совершенно не делать. Далее. Теперь, что касается... Давайте поставим мысленный эксперимент. Допустим, санкции ужесточаются. Через два года нас перекрывают по свифту, нас перекрывают по жизненно важным лекарственным средствам, нас перекрывают по информационным потокам. Как мы будем жить? На мой взгляд, если мы цивилизация, то, вообще говоря, у нас должно быть все свое. Вот Китай мыслит так. Китай, скажем, достаточно... Великая китайская стена вторая, огромный китайский фаервол, они ведут интернет, у них есть большая китайская экономика, они вполне без этого обходятся. На мой взгляд, мы ровно без этого можем обходиться. Но для этого мы должны понять, а что нам нужно в информационной сфере. Поскольку мы, опять же, вместо того, чтобы понять, что нам нужно в информационной сфере, основное мы на предыдущем заседании изборского клуба, опять коррупция. Совершенно понятно, например, что Windows имеет более 50 тысяч уязвимостей. Вот то, что показывает, в нем 50 тысяч уязвимостей. Из которых американская разведка использует 2 тысячи, наши примерно полторы тысячи. Ну, разные, правда, уязвимостей. Казалось бы, это очевидно, что наши государственные структуры не имеют никакого права покупать это у Windows. Потому что есть эти самые недекларированные возможности. Но, насколько я знаю, Сбербанк наш продвинутый, он купил на 80 миллиардов. У Windows вот этого самого Windows. Поэтому, коллеги, на мой взгляд, проблема всего заключается не, понимаете, бессмысленно бороться с компьютерами, с винтовками. Основная вещь, она в нас внутри. Это наши смыслы, ценности нашей цивилизации. Более того, вы знаете, вот на мой взгляд, здесь ситуация еще очень забавная. То, что есть игры, я совершенно соглашусь с коллегой, абсолютно верно. То есть, давайте посмотрим. Значит, все, что связано с цифрой, это не сегодняшний день. Это не завтрашний, это вчерашний день. Если мы посмотрим на то, сколько чего цитируется, то, если, скажем, характерная цитируемость наук биологического цикла 50, химии 10, физики 8, математики полтора и информатики полтора. Информатика кончилась, коллеги. Это далекое прошлое. Вообще, говорю, в мировых базах данных, имея в виду фундаментальную науку. Во всем блокчейне 10 научных работ. 10. Остальное это популяризация, обсуждение и так далее. Это, ну, грубо как китайцы говорят, бумажный тигр в огромности. Берем отрасль IT. Отрасль IT. А здесь ситуация такая. Отрасль пока богатая. 3,5 триллиона долларов. Но это отстойная отрасль, коллеги. Она упала на 6% два года назад и на 0,6% год назад. Вот оно, коллеги. Она падает. Поэтому наши мудрецы из правительства, которые говорят, что мы еще и на рынок выйдем, это, конечно же, бред и блеф. Из этой отрасли растет только один сегмент. Самый страшный. Это, соответственно, ВИА. Виртуальная реальность. ВИА. То есть, она за прошлый год выросла на 80%. Значит, несколько фирм, они, соответственно, породили шлемы виртуальной реальности. Рост на 70%, ну, разные данные, 70-80%. Поэтому, несомненно, несомненно, вот пока ситуация такая. 75% компьютера нужно, чтобы их дурачить. Спрашивается, можно ли его использовать в мирных целях? Безусловно, можно. Перейду простой пример. У нас есть в Википедии. Масса недостоверной, халтурной, бредовой информации. Вот я, например, информацию себе не могу исправить уже лет 10. Ну, там, опять же, редактор и так далее. Ленюсь, конечно, наверное, но вот не могу 10. Потому что то, что написано у меня, там полный бред. Но не играет такой. И так и пусть бред, это же и хорошо. Черт. Вот, а дальше, смотрите. Есть проект, который реально реализован был в России, Кибер-Ленинка. Оцифруем все Ленинку. Проект сделан в нашем институте. Нормально, мы вполне это можем сделать. Академия наук, она сейчас, ей запрещено заниматься наукой. Российская Академия наук, по нынешней, запрещено заниматься наукой. Она клуб, она может заниматься прогнозом, экспертизой, но наукой она не имеет права заниматься. Ну, может быть, там под одеялом, как-то в свободное время. Естественно, что делает французская, например, Академия наук? Она делает очень простую вещь. Это союз бессмертных, которые толкуют слова. Которые, грубо говоря, создают толковые слова. Естественно, очевидный проект для Российской Академии. Ну, у вас и ничем не запрещено, всем запрещено, но пусть хоть этим займется. Поэтому, в принципе, это будет, ну, грубо говоря, живая энциклопедия. Вот, например, у нас, значит, что-то русская идея, но знает Эвер Янт. Объяснить не может, но знает. И это хорошо. Он написал статью в русской энциклопедии. И вот, наверное, ему есть масса возражений. Вот это не это. Он, поскольку это живая энциклопедия, он может ответить и так далее, и так далее. Вообще говоря, возникает некая жизнь. Аналогичная ситуация. Можно сделать массу интересных образовательных проектов. Поэтому здесь завершил бы следующее. Когда притчи про Платона и блудницу. Платон с блудницей встретился, и они заспорили, кто из них сильнее. И, значит, и тут идет студент. И они решили проверить. Платон говорит, я, говорит, всю жизнь работал. Я, говорит, тебе открою те тайны, которые ты никогда не узнаешь. Меня, видимо, скоро не будет. Но я тебе сегодня вечером расскажу основные тайны мира. А блудница говорит, слушай, говорит, студенту. А я, говорит, дам тебе бесплатно сегодня. И он, естественно, пошел с блудницей. И блудница спрашивает Платона. Послушай, вот кто из нас сильнее? А я считаю, что все равно. Я-то зову вверх, а ты-то зовешь вниз. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая всю цифровую вселенную, естественно, ставить вопрос не то, как, почему мы отстаем и где-то в хвосте Запада. Что надо делать, какие деньги. А надо обсуждать именно так, как говорит Платон. Как на этой основе, с помощью этих инструментов, не дурачить людей, не морочить, а вести вверх. Инструменты для этого есть. Важно, чтобы были люди, которые хотят. А это мы с вами. Георгий Геннадьевич, ну, а все-таки, я понимаю, конечно, что вы ответили, как сказать, перпендикулярно на главный вопрос нашего круглого стола. Вы как бы ответили не по сценарию, а по-своему. Это ваше право. Да. Но все-таки я еще раз его хочу перед вами обозначить. Может, вы добавите какую-то мысль. Все-таки представим себе утопическую, идеальную ситуацию, да? Что вот мы с вами можем повлиять на решение о том, какую модель информационной политики принять в России на ближайшие там, допустим, 40 лет. Да? Стратегическую, да? Вот какие приоритеты вы бы обозначили? Вы знаете... Может быть, даже повторяясь, не обязательно. Ну, вы можете теннисно повторяйте. Вы знаете, здесь я как раз поддержу профессора Семчерова. Вы знаете, на Западе это закон. Это основа цивилизации. А у нас другая основа – культура и совесть. И в каждой политике, включая информационную, это самая культура и совесть. Понимаете? Вообще говоря, выложить гадость должно быть неприлично. Правда? Значит, сделать нечто под одеялом, к чему призывают блокчейн, должно быть неприлично. Понимаете? Поэтому на самом деле в основе этой политики должна быть та же самая культура и совесть. И здесь дальше, как у Льюиса Кэррола. Если у вас есть смысл, то звуки сами о себе позаботятся. Понимаете? Понимаете, наша, основная проблема наша сейчас – это отсутствие вот этих самых смыслов, ценностей. Владимир Владимирович Путин обозначил несколько направлений. Сбережение человека. Ну как мы можем сбережать человека, если мы его морочим? Если мы вместо полноценного образования, которое можно дать, в том числе использовать с помощью компьютерных средств, мы имитируем образование, делаем вид, что дальше. Он обозначил нам следующую цель. Он обозначил нам цель здравоохранения. Коллеги, ну опять же, давайте посмотрим, что у нас делается. У нас фигурирует, например, телемедицин. Коллеги, ну это же бред собачий. Давайте вы что, пусть какой-нибудь деятель по телевизору нас полечит немножко. Бред, чушь. Более того, в России это извращенные формы. Давайте посмотрим. Сейчас Греф утверждает следующее. Это будет дистанционное образование. У человека есть цифровая приписка, а дальше он пусть сам по компьютеру. Я объясняю нашим мудрецам, что и воробей, и соловей, они кончали одну консерваторию. Но воробей по заочной части, а соловей по очной. Поэтому, естественно, чушь типа заучного образования, боксеры-заучники, должна быть выброшена. Понимаете? Поэтому вся цифровая экономика, как вот она, как трактуется в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», она тоже должна быть выброшена как целая. Потому что она не имеет отношения к экономике, она не имеет отношения к производству, к компьютерам, к роботам, к национальной безопасности. Это в огромной степени распил следствия. Поэтому, естественно, вы же прекрасно понимаете. Помните Кант, да? Меня поражают внутренние законы внутри нас, и звезды. Вот, на мой взгляд, основа нашей политики должна быть ровно такой же. У нас, с одной стороны, мы полагали, что мы идем в будущее, опираясь на науку, опираясь на наши представления, на том числе модели, математические, то, о чем мечтал Моисей. Мы опять, имея новые компьютерные инструменты, можем на это опираться. А вторая вещь, вот здесь тоже говорилось, неважно, какие, если игры ли, фильмы ли, обучающие ли программы, ну, вообще говоря, мы должны работать не против внутреннего закона, а на него. Сейчас ситуация такая. Сейчас сознательно, с помощью компьютерных и иных средств ломается связь между поколениями. Ломается, сознательно ломается. То есть, родители идут против течения, у них не хватает на это сил. Поэтому, естественно, нужно радикальное изменение информационной политики, для того, чтобы, ну, по крайней мере, родители шли в одном направлении с государством, с обществом, с будущим. Пока ситуация вот такая. Родители туда, они-то про то, что не лди, не воруй, а им наоборот. Вот. Более того, значит, я процитирую вам Калину, это, значит, начальник департамента образования Москвы. Он говорит следующие простые слова, что детей ничему учить-то не надо, они лучше нас во всем разберутся, а не другое поколение. Понимаете? Когда это, говорит, человек, который ведает образованием, более того, значит, то, что он, например, проводит брифинги в стиле Орла, перед всеми директорами московских школ, вызывает на ковер, опять же, теле, телескрин, вы знаете, вот это тот самый 1984 год. Поэтому любой вещью, в том числе информационной, можно и по голове, и по голове. Но нам-то надо наоборот. Поэтому я бы исходил из Кантовского императива. Совесть и культура, культура и совесть. Остальное приложится. Продолжение следует... Продолжение следует...